В Самаре появится новый автобусный маршрут. Он будет курсировать от центрального автовокзала до 113 километра в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в городской администрации. Маршрут под номером 215 начнет свою работу с 1 января 2024 года. В Самаре на набережной заливают каток. Ледовую площадку обустраивают на традиционном месте, на участке от бассейна ЦСК ВВС до Маяковского спуска. Каток с видом на Волгу обещают открыть к 15 декабря, сообщили в администрации города. Крылья Советов 9 декабря сыграли последний в этом году матч в рамках чемпионата России. В 18-м туре российской премьер-лиги игра состоялась в Москве со Спартаком. Чемпионат возобновится в следующем году. В 19-м туре, запланированном на 2 марта, крылья Советов сыграют в гостях с Ростовом. В Самарской области зафиксировали 5 температурных рекордов. 9 декабря стал самым холодным днем в истории метеонаблюдений. Так, в Оглосе температура воздуха опустилась до минус 26 градусов, в Новодевичем — до минус 27, в Кенель-Черкассах — до минус 27,5, Авангарде — до минус 30, и Тольятти — до минус 28 градусов. Данные опубликованы при Волжском УГМС. В Самарской области произошло смертельное ДТП, об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Авария с участием двух транспортных средств произошла 8 декабря в районе автодороги А-300 на границе с Казахстаном. Водители и три пассажира автомобиля Hyundai Creta скончались до приезда скорой медицинской помощи. С 9 декабря начала свою работу переправа из Самары в Подгалятино. Продажа билетов из Подгалятина, из Прорана, будет осуществляться кассирами на теплоходах ОМ. В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки, говорится в сообщении. С 1 января 2024 года будут проиндексированы социальные выплаты различным категориям получателей. Прибавки будут и на федеральном, и на региональном уровнях. Об этом сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. На федеральном уровне сделают перерасчет семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно зависит от размера прожиточного минимума, его увеличат с 1 января. В России медикам могут повысить выплаты за выявление онкозаболеваний. Задача поставлена правительству нашей страны. Сейчас за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания медики получают от 250 до 500 рублей. Доклад по этой теме Владимир Путин ждет до 20 февраля 2024 года.